Амич, который напал с ножом на свою жену, дал признательные показания. Об инциденте мы рассказали еще на прошлой неделе. Тогда на территории роддома номер один Руслан Бурлевич нанес своей супруге многочисленные ножевые ранения. Как рассказал сам Бурлевич, таким образом он наказал любимую женщину за уход из семьи. Теперь потерпевшая в реанимации, врачи по-прежнему борются за ее жизнь. Бурлевичу предъявили обвинение и заключили под стражу. Трагическая история одной семьи в нашем сюжете. Я пытался вывернуть. Какие слова? Убираюсь, что-то заново. Она что-то сказала? Она сказала, что нет, отстань. Я решила. Чита Бурлевич рассталась незадолго до преступления. Однако Руслан продолжал преследовать Лилию. Они вместе работали на заводе, там и познакомились. Два года встречались, летом зарегистрировали свои отношения. Но семье не получилось. Неудивительно. Сухая характеристика от участкового. Документ приобщили к уголовному делу. Он дает полное представление о личности Бурлевича. Как личность обвиняемый характеризуется со стороны участкового отрицательно. Как лицо, ведущее отрицательный образ жизни. Ранее он привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков, за появление в общественных местах состояния алкогольного опьянения. По версии следствия, Бурлевич шел на встречу с женой подготовленным. В кармане у него лежал нож. На требование вернуться к нему Лилия ответила отказом. Тогда Бурлевич напал на нее. Инцидент произошел в восьмом часу утра на глазах у многочисленных свидетелей. Как следует из материалов уголовного дела, обиженный муж наносил удары в спину беззащитной женщины. Когда Лилия уже упала, Бурлевич все равно не мог остановиться. С места преступления Бурлевич скрылся. Задержали его в тот же день. Мужчина признал вину. Ему предъявили обвинение по статье покушения на убийство. Возможно, дело переквалифицируют на убийство. Лидия до сих пор не пришла в себя. На ее теле специалисты зафиксировали не менее 70 ножевых ударов в область груди, спины, рук, почек и печени. На иждивение у женщины и есть малолетний ребенок.